Пенсионная реформа Пенсионная реформа Пенсионная реформа Пенсионная реформа в соответствии с законом о референдуме, по проведению референдума общенационального всероссийского референдума. Мы вас приглашаем, не менее 100 человек группа будет, вопросы вынесем и отдадим Московскую городскую избирательную комиссию, Центральную избирательную комиссию и дальше по закону запустим механизм проведения референдума. Мы настаиваем на этом. Если не референдум, то улица взбунтует, народ выйдет, я вот в этом категорически убежден. Плитки в Москве, собянинские плитки будут достаточно, булыжник пролетариата все знают в 2017 году, а плитки сегодня достаточно. Работа будет тогда на улице, если не будем проводить референдум, значит будет работа на улице. Ложь номер один, значит что пенсия, если примем этот закон, будет хорошо жить пенсионеры, как в шоколаде, денег не знают куда деть, по одной тысяче рублей в месяц добавить, 12 тысяч в год, за 10 лет 120 тысяч. Если два пенсионера в семье, за этот же период у этих же людей утащат из кармана, уворуют не менее 2-2,5 миллионов. 120 тысяч берите, ни в чем себе не отказывается, 2,5 миллиона разворуют, утащат. Ложь номер два, дожитие. Сейчас 6 лет в среднем пенсионера на дожитие. Это не наша фраза, мы в советское время уходили на заслуженный отдых, а сегодня дожитие. После принятия закона 3 года. У нас сегодня уже полстраны мужчин не доживает до пенсии, а там будет 3 года. И опять деньги уйдут из карманов граждан, не пойдут ни родным, ни близким, уйдут опять в фонды Чубайса или еще кому-нибудь, но не гражданам Российской Федерации. Это ложь самая настоящая. То, что касается Нобелевского лауреата, правительство Медведева вместе с Путиным и их команда Единая Россия, значит, мечтают о том, что им дадут Нобелевскую премию. За открытие Минздрав высказался, что чем больше человек работает, тем дольше он живет и готовит почву над проектом закона о том, чтобы выход на пенсию в России вообще уничтожить. Не будет выплаты пенсионеров. Пенсионеров не будет. Мы будем бессмертны. Вот вам эликсир жизни, который Минздрав разработал в недрах своих, так сказать, кулуаров. Я их поздравляю, но Нобелевскую премию они не получат. Поэтому, значит, эту пенсионную реформу мы категорически не воспринимаем и будем, значит, голосовать против. В стены думы слышали уже немало ярких речей, аргументов. Ну, конечно, прежде всего против увеличения пенсионного возраста. Совершенно понятно, что власть сделает все возможное, чтобы не допустить референдум, поскольку понятно, уже все будет решено и народ скажет свое слово. Но хотел бы обратить внимание на другое. Сегодня страна ропщит. Ропщит пока в основном на кухне, на остановках, в общественном транспорте. Но перспектива очевидная. Думается, что через недолгое время власть услышит рык народа и услышит голос улиц. Говорю это с определенной надеждой и историческим оптимизмом на примере последних событий акций протеста против пенсионной реформы, которые прошли по городам и весям. Я представляю Омскую область в моем родном городе, регионе, в общем-то депрессивном. И по законам жанра любой политолог маломальски грамотный скажет, что в период стагнации или кризиса ждать политической активности не стоит. Но земляки приятно удивили. 1 июля в Омске на площадь, согласованную, а точнее с переносом ее в неудобное в общем место, где нет общественного транспорта, фактически вышло по нашим подсчетам около 10 тысяч человек. В городе миллионники, который в общем-то уже лет 12 не знал столь массового выступления, это достижение. Но здесь есть определенная особенность. Если раньше ядро протестующих составляли, как правило, люди старшего возраста, люди, многих из которых я просто знал в лицо, то сейчас на площадь хлынули люди предпенсионного возраста и от 30 и выше. В политическую жизнь, в политическую борьбу втягивается другое поколение, то поколение и та часть населения, на которой в общем-то стоит страна, от которой зависит перспектива власти. Эта часть, как правило, на выборах не ходит. На выборы считают, что обойдется. Ну, наконец, дошло и до них, что не обойдется, достанут неучастие в политике. Не означает, что политика не занимается тобой. Извините за банальность. Что здесь очень важно? Важно то, что абсолютное большинство людей никогда не принимало участие из участников этих. Такого рода акции. Мы собирали подписи. Там администрация говорит, собралось 1200 человек. Ну, лгут безбожно, потому что завор Комского обкома, который собирал подписи, организовывал, только он собрал 4200 подписей. А это менее половины участников. А другая половина, которая не зашла за рамку металлоискателя, толпа людей, стоявшие, участвующие в митинге, показывает, что такой акции не было. И так народ просыпается, народ возвращается в политику. Да, это результат того, что есть моменты, когда политические силы и парламентские, и не парламентские партии, ну, за исключением, конечно, Единой России, здесь скоординировали свои усилия, оповестили людей, и люди просто хлынули. Это дает надежду на то, что в дебаты, в дискуссии по поводу принятия неприятия закона вмешается народ. Его Величество – единственный источник власти. Борьба будет продолжаться, и сейчас задача у оппозиции – оказать давление на депутатов Единой России, потому что у них есть общественные приемные, у них есть телефоны, есть связь, они все-таки живут на территориях, они все здесь небожители. К ним пойдут пикеты, к ним пойдут обращения, то есть будет оказано такого рода давление. Кроме того, акции протеста будут идти по нарастающей. Мы должны прекрасно понимать, что то, что происходит сегодня в стране, наверное, переломный момент. Или народ проглотит, сдастся и отдаст свое будущее на тому самому тараканищу, который ваших деточек скушает, опьяненный успехами, опьяненным псевдореферендумом на президентских выборах, якобы, который дает карт-бланш, или он вспомнит свою историю, свое предназначение и в конце концов поймет, что нельзя бесконечно обманывать людей. Ситуация, на наш взгляд, позитивная для тех, кто думает о будущем страны, складывается. И все эти протесты организовывает прежде всего правительство Российской Федерации, ну и, конечно, президент. Этому надо отдавать отчет, потому что никто не смог бы вывести народ на улицы и не выведет. Борьба продолжается. Убежден, что власти придется очень туго проводить, продавливать это решение. И думаю, что активный СМАЗ приведет как минимум к определенному компромиссу и отступлению власти от задуманного даже не на один шаг. Первое публичное слушание в виде круглого стола фракция Компартии Российской Федерации проведет 9 числа в понедельник в Малом Зале здесь, которое будет посвящено именно обсуждению законопроекта о пенсионной реформе. Начало в 11 часов. Приглашаем вас, приходите. Мы пригласили правительство Российской Федерации, пенсионный фонд, значит, правоохранительные органы, субъектов Федерации, все законодательные собрания, исполнительные органы власти. Дали добро на то, что приедут регионы. Еще раз подчеркиваю, это первое публичное, гласное и открытое мероприятие на площадке Государственной Думы в Малом Зале, круглый стол, который проводит Компартия Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok